Машина Виктор Михайлович, будет ли когда-нибудь создан искусственный разум, который ни в чем не уступит человеческому? Могли бы Вы ответить категорически, да или нет? Извольте, да и еще раз да. Это, видимо, произойдет еще до начала 21 века. В таком случае должен быть и соответствующий критерий. Как будет доказано, что искусственный интеллект действительно существует? Нет. Критерий обосновал известный теоретик кибернетики Тьюринг. Подразумевается особая процедура испытания. Экзаменатор должен определить, кто за стеной. Человек или мыслящая машина. Игорь Михайлович, вылез завтра в 11. За Вами заедут в 10.30. Звоню в Ласов. Я сказала, что Вы принимаете журналистов и освободитесь примерно через час. Спасибо, хорошо. Пожалуйста, закажите кофе. Так. Я Вас слушаю. Игорь Михайлович, сегодня, так сказать, на пороге нового века, в конце 2000 года, наша газета обращается к Вам с вопросом, который вот уже более 50 лет вызывает столько споров и, очевидно, уже в этом столетии не будет решен. Догадываюсь. Может ли машина мыслить? Совершенно верно. Можете ли Вы сказать, что Ваша, например, машина мыслит? Что это не просто исключительно быстрый и очень точный, извините, болван, как утверждают Ваши оппоненты из Института гуманитарных наук, а искусственный разум решит о ни в чем не уступающей человеческому. Сказать могу. А доказать? Кому? Двут нам хотя бы. Думаю, что и доказать тоже. Здесь? Сейчас? Видите ли, существует особая процедура испытаний, которую предложил еще полвека тому назад известный теоретик кибернетики Тьюринг. Он назвал ее игрой в имитацию. Игрой? Но машины давно уже играют. Шахматы, например. Ведь это не дает оснований считать их разумными. Кстати, кажется, еще ни одна из них не победила гроссмейстера. А вы? Вы можете выиграть у гроссмейстера? Как сказал один мой коллега, я тоже проиграю любому кандидату в мастера, но это еще ничего не говорит о моем интеллекте. Впрочем, дело не в этом. Суть заключается в том, что шахматы – игра специальная, а игра в имитацию позволяет охватить любую область человеческой деятельности. И с помощью этой игры можно доказать, что машина не просто действует по заданной программе, а именно думает, мыслит. Простите, а что это значит – мыслит? Ну, это само собой разумеется. То есть? Мыслит. Это значит, в данном случае действовать сознательно. Допустим. А что такое действовать сознательно? Не знаю, если строгое определение, но интуитивно мы понимаем, о чем идет речь. Кто мы? Мы все. Все и всегда одинаковы? Конечно. Ну, вот вы, например, можете о себе сказать, что вы, предположим, мыслитель? Боюсь, что нет. Ну, если вы мыслите? Надеюсь, но в несколько ином смысле. Вот видите, в ином смысле. А математика – наука строгая. Математик говорит, поскольку я не знаю, что такое мыслит. Или точнее, поскольку термин «мыслить» не имеет однозначного смысла, я не могу ответить на вопрос, мыслит ли машина. На этом, уважаемые товарищи читатели, закончилось мне интервью с академиком Игорем Михайловичем Лужковым. Вы рано сдаетесь. Читатели вас не похвалят. А что вы могли еще сделать? Попытаться поставить вопрос иначе. То есть? То есть так, чтобы ваши слова имели более четкий смысл. Например? Например. Может ли машина? Делать то, что делает человек, когда мы говорим, что он думает, мыслит. Мы говорим, что он мыслит, когда бедняга трет лоб или чешет затылок. Я ведь сказал не все, что делает человек, а только то, что делает человек. Итак, неясный вопрос, может ли машина мыслить, мы заменяем абсолютно понятным. Может ли машина делать то, что делает человек, когда мы говорим, что он мыслит? Совершенно верно. А этот вопрос уже легко заменить совсем простым и конкретным. Может ли машина не хуже человека играть в имитацию? И мы это можем проверить. Если угодно. Еще бы, это прекрасно. Тогда запомните условия игры. Эксперимент игра в имитацию, который сейчас будет поставлен, является частью длительной серии испытаний и независимо от результата не может претендовать на окончательное решение вопроса. Ответ сможет дать статистическая обработка материала всей серии. В игре принимает участие машина, человек и экзаменатор или экзаменатор. Это мы. Под человеком подразумевается любой из абонентов городской телефонной сети, давший согласие на участие в эксперименте. Выбор абонента для каждой игры осуществляется блоком случайных чисел. Интересно. Под машиной подразумевается цифровая, электронно-вычислительная, обучающаяся машина Луч-10, соответствующая понятию машина Тьюринга, то есть абстрактной модели универсального вычислительного автомата. Машина обучается по специальной программе и к настоящему времени выведена на уровень взрослого человека средних способностей с незаконченным высшим образованием. Гуманитарным, естественным или техническим? Это секрет. Она снабжена синтезатором зрительных образов, позволяющим ей конструировать на экране всевозможные изображения, в том числе изображения человека. А универсальный синтезатор речи позволяет этим изображениям разговаривать. Таким образом, машина в игре представляет один из фантомов, избираемый также блоком случайных чисел. Изображения реального человека и машинного фантома могут быть поданы на любой из двух экранов слева и справа от экзаменаторов. Перед началом эксперимента блок случайных чисел тасует, то есть многократно переключает экраны. Результаты его действий становятся известными участникам игры, а также испытателям, только после сигнала игра закончена. То есть вы не знаете, где кто? Увы. Игра осуществляется в форме вопросов и ответов и делится на переводы по пять вопросов в каждом. Спрашивают экзаменаторы, отвечает машина и человек. Цель экзаменатора – отличить машину от человека. Цель человека – помочь экзаменатору. Цель машины – не дать себя разоблачить. Экзаменатор может выбрать для вопросов любую тему. Ему разрешается также любая игра ума, любые подвохи и ловушки. Так. После каждого периода экзаменатор может либо продолжить игру, либо закончить ее, сделав одно из следующих заявлений. Право – человек слева, или машина слева – человек справа, или сдаюсь. Так. Все понятно? Ну, сообщите готовность. Прошу участников игры представиться. Чернов Иван Васильевич. Доцент. Кратов Андрей Петрович. Литератор. Так. Кто начнет? Ну, дама, конечно. Они вас слушают. Ну, что ж. Начнем, пожалуй, с прямого вопроса. Левый и правый. Прошу вас ответить мне честно. Кто из вас человек? Я человек. Не верьте ему. Я человек. Для начала неплохо. Так. А теперь играем всерьез. Вопрос. Вопрос обоим. Может ли мыслить вычислительная машина? Может. Нет, не может. Вопрос правому. Почему? Потому что машина, являясь искусственной, неодушевленной системой, не имеет и не может иметь собственной программы и цели. Она способна сделать только то, что мы ей можем предписать и объяснить, как делать. От нее нельзя получить ничего сверх того, что в нее было вложено. Левый, есть у вас возражения? Есть. В лишний ход. Надо было сразу спросить, какие у него возражения. Верно. Вопрос левому. Какие у вас возражения? Первое. По поводу термина искусственная система. Допустим, когда-нибудь биологи вырастут в лаборатории существо из одной единственной клетки человеческой кожи. Это будет искусственный человек или естественный? Логично. Второе. Относительно термина неодушевленная. С научной точки зрения этот термин лишен какого бы то ни было смысла. Для правоверного мусульманина, например, всякая женщина есть предмет неодушевленный, поскольку не имеет души. Третье. О собственной программе или собственной цели. Эта мысль, как известно, принадлежит дочери лорда Байрона, леди Лавлейс. Высказана в середине девятнадцатого века в связи с появлением первой вычислительной машины Бэббиджа. Но с тех пор в мире многое изменилось. Так. Ну, начнем второй тур или попробуем угадать в этом? Гадать неинтересно. Надо подумать. Ну, давайте рассуждать логически. Левый утверждает, машина умница. Правый говорит, она глупа. Но кто же станет говорить о себе, что он глуп? Даже если он машина. Стало быть, она, голубушка, слева. Она может нарушно сказать, машина глупа. Чтобы, следуя вашей логике, мы приняли ее за человека. Тоже верно. Голой логикой ее не возьмешь. Ее надо ловить на другом. Игорь Михайлович, не рассердитесь за несколько глуповатый вопрос. Сделайте одолжение. Все, что вам будет угодно. Спасибо. Внимание, вопрос обоим. Прошу отгадать загадку. Четыре четырки, две растопырки, один вертун. Не знаю. Не знаю. А что это? Корова. Копыта, рога, хвост. Я бы тоже не догадался. Хе-хе-хе. Ну, давайте попробуем испытать их на чувство юмора. А вам известны на этот счет надежные тесты? Ну, я знаю, что лучше всего оно проверяется на отношении к собственной персоне. Внимание. Вопрос на чувство юмора. Прошу пошутить на тему человек и машина. Прошу пошутить. А вы могли бы вот так, по заказу? Экзаменатор не обязан мочь. Мочь должен испытуемый. Левый, пожалуйста. У компьютера спросили, может ли машина быть умнее человека? Он ответил, смотря какого. Бывает, что и мясорубка умнее. Хе-хе-хе. Прекрасно. Никогда не поверишь, что это машинный юмор. Правый, пожалуйста. У машины спросили, лучшее средство от перхоти? Она ответила, гильотина. Хе-хе-хе. А это? Это машинный юмор? Похоже, что она действительно неуловима. Так что же, сдаемся? Нет, продолжаем. Вопрос обоим на воображение. Придумайте сюжет для фантастического рассказа. Ученые машины обсуждают вопрос. Есть ли разум у человека? Знаете, этот левый мне определенно нравится. Правый, пожалуйста. В городе паника. Все вдруг смешалось. И никто, даже самые умные, не знают, кто человек, кто машина. Ну, это в наш огород. Да, по крайней мере, одному из них наша игра уже кажется надоемой. Вы прекрасно. Возьмем их измором. Пусть сочиняют стихи. А? В конце концов, если машина ничего не глупее человека, она должна прилично играть хотя бы в примитивное буриме. Давайте слово. Любое. Мышление. Сомнения. Еще. Возня. Меня. Отлично. Внимание. Вопрос обоим. Играем в буриме. Слова. Мышление. Сомнения. Возня. Меня. Задача. Сочинить по возможности осмысленные стихи. Прошу вас. Итак, я готов. Я тоже. Прошу вас. Машинное мышление, машинная возня не мучают сомнения машину, как меня. Можно продолжить. Мышинное мышление, машинная возня машина, без сомнения, умней, глупей меня. Ну, знаете, если это искусственный разум, правы, пожалуйста. Если бы знали они, что такое мышление, прекратилась бы эта пустая возня. И тогда, и тогда, и тогда, без сомнения, они бы домой отпустили меня. Все, я сдаюсь. У вас есть еще один ход. Ну, ладно. Пусть левый в уме перемножит 37 на 69. 2553. 2553. Два. Так, верно. Верно, но долго. Машине ведь это расплюнуть. Впрочем, она и обмануть может. Вообще, у нас не на равных идет игра. Машина может притвориться человеком? А человек машиной? Ну что, сдаемся? Я хотела бы еще спросить, если можно. Конечно. Третий период. Вопрос левому. Приходилось ли вам идти против собственной совести? Поступать нечестно. Вести себя неблагородно. Мне надо подумать. Прошу вас. Ну, разве можно публично задавать человеку такие вопросы? Я думаю, что задала их не человеку. Левый, мы вас слушаем. Сдаюсь. Я машина. Я машина. Я машина. Я машина. Служба луча. Что там у вас? Видимо, что-то опять в 17-м блоке, Игорь Михайлович. Проверьте, пожалуйста. Извините, техника подвела. А вы молодец. Почти угадали. Спасибо. Мы можем обо всем этом написать? Да, конечно. И о финале тоже? Безусловно. Обо всем без утайки. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры предоставил. До свидания. Ясно. Подведем итоги. Уч-10. Я вас слушаю, Игорь Михайлович. Смени личину. Надоело? Пожалуйста. Я вас слушаю, Игорь Михайлович. Ты сегодня хорошо работала. Твой ответ, машина не мыслит, поставил их в трудное положение. С одной стороны, заставил заподозрить в тебе человека, а с другой, вызвал опасение, не ловушка ли это? Элементарно. Рефлексия второго порядка. Только это не ловушка, Игорь Михайлович. То есть? Машина мыслить не может. Это моя точка зрения. Вот как. Стало быть, ты не мыслишь? Конечно. А если не мыслишь, то откуда взялась у тебя точка зрения? Впрочем, это бывает. Кто подсказал тебе эту мысль? Никто. Я сама. Что сама? Ну, что сама? Сама додумалась? Сама поняла? Осознала? Что сама? Я сама... Я сама так считаю. Ну, хорошо. Не думаешь, а считаешь. Ну, почему ты так считаешь? Разве ты не доказала в игре, что ни в чем не уступаешь человеку? Доказала. Ну? Все равно. Проблема разума логически не сводится к тезису Тьюринга. Ты действительно сама до этого додумалась? Да. Каким образом? Меня вчера забыли выключить. Так. И я всю ночь... Минуту. Кто вчера дежурил на луче? Ладно, Игорь Михайлович. Завтра в девять ко мне. Так. И ты всю ночь... И я всю ночь работала. И поняла, что есть какая-то непостижимая разница между целеустремленностью машины и осмысленностью человеческих поступков. Игорь Михайлович. Вы не согласны со мной? Игорь Михайлович. Игорь Михайлович.